вы видите фотографию с которой мы сегодня работаем то есть я в интернете нашел опиумный мак красавец вот видите материалы с которыми будем работать это все те же узнаваемые материалы гвардия красок который мы обычно используем мочим холст разбавителем мочим для того чтоб сухость холста не противилась набору краски вы видите как легко вписывается почти акварельно краски достаточно много бросаю на холст в компьютере у меня есть некоторая подсказка с другого фотоматериала как примерно решить композицию цвет будущей картины то есть я сейчас работаю с нескольких фотоматериалов наверху много красного немножко желтого внизу зеленца который мы добываем из синего и желтого красный подмешавшись к зеленому делает такой достаточно бурый цвет грязноватый цвет вы видите какой произвол движений происходит на холсте от того что на холсте достаточно краски ее легко штриховательно мастихином гонять вы видите нахло нахлобучиваются густоты краски это значит что краски предостаточно на холсте эти густоты я потом сбрею мастихином и они не будут мешать мне работать дальше сейчас красному подмешался коричневый который делает эту красноту темный я сейчас перемешиваю один цвет другой чтобы показать ощущение множество трав множество цветков которые уходят теряются где-то в пространстве более густые мазки желтые с синим в пользу желтого может быть даже в пользу разбела а это уже и вовсе с разбелом где синий с желтым в пользу синего и с разбелом если надо ставьте на паузу чтобы еще раз услышать то что произнесено потому что для вас это новости данном случае еще раз синий с желтым в пользу синего и с разбелом мы получаем вот такой холодный цвет зелени и это вы сами помните у маков очень часто встречается мутная 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 среда у которой чуть-чуть на передний план выходит некоторые намеки на на стволы листики а в данном случае уже начинается набор листьев самого мака я беру краплак розовый прочный где-то смешиваю его с белилами где-то с желтым и у меня появляются разные оттенки красного в данном с белилами вы видите характер движения мастихина шпатлёвочный и некоторым зигзагом то есть некоторую мятость листьев обозначаю мастихином мастихин плоско прикасается к холсту либо чуть-чуть с маленьким наклоном и как бы коньком мастихина укладываем то есть некоторые наклоны иногда используем для того чтобы как бы шпатлёвочно положить в данном случае вот этот наклон был использован и сейчас тоже как бы коньком небольшой уклон на конек мастихина происходит конёк это ребро и по форме лепесток смотрит на нас в профиль поэтому уложен был тоже как бы от центра на вне а эти от вне в центр будут смотреть те которые к нам почти в фаз а вот уже придавливающее движение мастихином только что было шпатлёвочное теперь придавливающее опять шпатлёвочное опять придавливающее пробуйте если что сбривайте краску с холста и пробуйте ещё раз не жалейте краску вы должны ощупать все эти движения сбрил краску зелёную с холста для того чтобы уложить сюда красноту чтобы зелёный не подмешался к красному краска живая сохнет не скоро мы весь день можем гонять её по холсту поэтому вот в данном случае сбрил и укладываю более нарядный цвет красного с разбелом с белилами то есть вот мерцательный мятый характер лепестков формируется все лепестки смотрят внутрь чаши внутрь этого колокола цветка то есть нет абы каких прикосновений все смотрят своими жилочками своими штришками внутрь в центр этот чёрненький центр лепестка ну вот цветка краску видите шпатлёвочная и в одну сторону и в другую добиваясь нужного ощущения фактуры формы некоторым зигзагом укладываю краску чтобы мятость этих лепестков выражу выразилась это бликующие части вы помните в начале я показал вам мак который стал прообразом нашего центрального видите густота краски оставляет очень эффектные жилочки бликующие жилочки это мак попал на свет и даже краснота стала белильной мерцает свет и в этой части это все есть на картинке на фотографии с которой я работаю то есть это не мои какие-то изобретения я просто пытаюсь разумно уложить это все чтобы оно прозвучало некоторые вещи не дозвучат я их пытаюсь переделать перестроить а некоторые прозвучали я их оставляю то есть не пытаемся бесконечно перерисовывать если что-то получилось оставляем и уже пристраиваемся к тому что получилось пристраиваем и другое то есть нельзя бесконечно не замечать удачные моменты научитесь замечать если что-то удалось что-то звучит оставляем даже если оно не вполне соответствует тому что мы имели на материале с которым вы работали ну такой дымчатый рассеянный мотив дальних пятен и светлых и темных где-то зелень где-то цветки угадываются сбриваю краску для того чтобы положить более нарядный цвет цветков которые заслонены передним цветком это это у меня есть на другой картинке я подсматриваю укладываю там тоже лепестки вы видите мастихин все время вытирается в тряпку в левой руке у меня тряпка и я очень часто вытираю мастихин тряпку это уже такая привычная моторика художника моторика рук и вы тоже для чего мы вытираем пока я уложил один цвет подмешался в мастихин скажем зеленый или еще какой-то грязноватый цвет и я убираю это в тряпку для того чтобы положить чистый настоять на чистом цвете и вы тоже вот видите все время мастихин куда-то ушел и что-то с ним произошло он вытерт в тряпку намеки на листья появляются намеки на цветки появляются на вот где-то здесь на втором плане за главным цветком где-то чуть темнее где-то чуть светлее опять же это есть на фотографии я пытаюсь повторить это и опять же если мне удалось что-то сделать красивое но оно не вполне соответствует тому с чего я работаю но оно красивое я это оставляю и вы поступайте так же наблюдайте то что получилось не пытайтесь не будьте слепыми вот и шпатлевочные и вмазывающие движения в данном случае ребром мастихина который вы видите как я держу я делаю прорези на холсте холст невозможно этим поранить сделал ребром мастихина вот эти прорези которые мне уже дали представление о будущих стеблях цветков причем видите я пишу сразу везде я не вцепился дальше в стебли мне вдруг захотелось отделить цветок от дальнего плана зеленым я бросился туда то есть я все время реагирую очень живой процесс идет нет вымазывание есть письмо было поранено пространство я сейчас добавил туда больше синеватой зеленцы вы помните я там в том месте сбривал потом сейчас укладываю новые листики вы видите мастихином создал такое дурачество пятен которое говорит о множестве о лепестках о стеблях буквально вы видите что вытворял мастихином пытайтесь повторить подобные трюки это живое письмо не пытайтесь просто вылизать картину постарайтесь воспользоваться теми приемами которые вы видите вот 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 свет выделил силуэт переднего цветка что конечно важно а тут мне показалось что слишком много рябости я большой кистью чуть-чуть сбиваю создаю мутность этой густой среды лепестков и опять вдруг появляются очень живой процесс если у вас будет все другое но красивое слава богу не пытайтесь гоняться за каждым движением а вот технические моменты наблюдайте и пытайтесь повторить достаточно густой мазок чтобы показать близость переднесть этих стеблей даже очень густой световая теневая часть появилась световая вы видите начал с теневой теперь немножко световые блики поскольку ствол круглый у него есть теневая световая вы видите пишу сразу всю картину нет таких мест которые остались у меня без присмотра вся картина равномерно движется к финалу писать нужно картину так чтобы есть у тебя ее вот сейчас отняли она должна быть в приличном состоянии это классика дай бог чтоб и у вас что-то близкое получалось то есть писать все сразу не застревать на каком-то куске не пытаться вырисовать лепесток или цветок пишем все вы видите что на каждом этапе который проходил ну практически на каждом кроме самого первого можно работу смотреть то есть мы я все время ее удерживаю в приличном для обозрения виде этюдном эскизном но приличном и вы тоже должны не застревать на отдельностях ну вот у основания лепесток это чаша этот колокол цветка более темен что и было показано что и соединило их с лепестками ой с стеблями стеблями ребро лепестка выразилось вот таким движением ну более темным лепесток переднего цветка отделился от задних и все по форме все смотрит внутрь колокола внутрь этого этой чаши цветка то есть нет абы каких движений все разумно все по форме уже чуть ли не в четвертый раз я решал задачи вот с этим лепестком который на передний план вышел профиль и ничего но он все время у меня участвуют в решении задач формы это тычиночки которые под таким макательным движением происходят видите густая краска макательное движение вы видите как я мастихин при этом держу то есть легко без без руку не штырит коробочка это пестика или как это называется коробочка это пестика которые рассказывают о волосатости стебля видите я все время как бы тороплюсь так как будто меня кто-то в спину гонит хотя в этом рождается динамика эмоция в картине то есть не пытайтесь быть очень точными то есть пусть будет некая стихия прикосновений руки художника достаточно густые сейчас прикосновения этих листьев переднего плана видите художник уже удовлетворился тем что сделал и делает подпись просто процарапыванием густой краски вот такая картинка вы видите какой движ на хаске движ мазков листьев этих я надеюсь что вопрос вообще на самом деле маки у многих получаются каждый второй ученик с первого же раза справляются с маками понимают их ну а та вторая часть должна сделать это несколько раз может быть чтобы и у нее получалось так и так в в Продолжение следует...